Казахстан занял 28 место в рейтинге Doing Business. Эксперты Всемирного банка оценивали уровень легкости и ведения бизнеса в 140 странах мира. Улучшение позиций в мировом рейтинге обсуждали сегодня на заседании правительства. Сабина Балашкина, моя коллега, следила за выступлениями глав профильных министерств. Сабина, о чем еще говорили члены Кабмина? Растам, много чего интересного сегодня было озвучено, но постараюсь рассказать о главном и по порядку. Первым спикером сегодняшнего заседания правительства выступил министр национальной экономики Руслан Доленов. Он рассказал о позициях Казахстана в рейтинге Всемирного банка Business Doing. Для того, чтобы мы смогли к 2050 году войти в 30-ку развитых стран мира, нам необходим эффективный и устойчивый уровень ВВП, приток инвестиций. Конечно же, сами инвесторы, причем было отмечено, что они особое внимание уделяют инвестиционному климату в стране и вкладываются только в те государства, где созданы условия для бизнеса. И касательно, если говорить о рейтинге Дуи-бизнес, то по такому индикатору, как легкость ведения бизнеса в текущем году, Казахстан занял 28 место из 140 стран. Но также Министерством национальной экономики поставлена цель, чтобы к 2025 году мы вошли в первую 20-ку. Но что касается Казахстана, то в разрезе регионов самые лучшие условия для ведения бизнеса созданы в Алматы, Актау и Актьюбе. Отстают в этом направлении Караганда и Усть-Каменогорск. Также сегодня были озвучены такие индикаторы, как эффективность использования имеющихся ресурсов в стране. В этом направлении Казахстан занял 59-ю строчку. Показатели, конечно же, невысокие, поэтому также Министерство национальной экономики ставит перед собой цель в течение пяти лет войти в топ-40 стран. А это уровень таких государств, как Эстония, Чили и Италия. Завершающим спикером сегодняшнего заседания правительства стал Аким Жамбылской области. Оскар Мужзахметов рассказал о реализации пилотного проекта по повышению доходов жителей Жамбылской области, кстати, который реализуется по поручению главы государства. Так вот, местные власти провели анализ и пришли к выводу, что основным источником производства и доходов сельчан является частное подсобное хозяйство. И вот, как выяснилось, было изучено около 130 дворов и примерный доход одного дома составляет 25-30 тысяч тенге. И всего лишь малое количество сельчан в месяц зарабатывают до полумиллиона тенге. Почему такая разница, власти также выяснили причины. Как оказалось, многие фермеры просто не в состоянии увеличить объемы и эффективность своей работы из-за ряда организационных вопросов. Во-первых, они не имеют нормальной кормовой базы, необходимого капитала. И также в их хозяйствах не созданы условия для того, чтобы хранить ту же самую продукцию, ее фасовать и в целом перерабатывать. Но чтобы помочь тем фермерам, которые на сегодняшний день имеют небольшие доходы, кстати, еще раз повторюсь, что будет реализован пилотный проект по повышению доходов жителей Жамбылской области. В частности, он на сегодняшний день состоит из пяти самых главных направлений. Ожидается, что власти Жамбылской области активно будут развивать животноводство и птицеводство и поддержат небольшие проекты в селах. В целом на эти цели будет выделено 46 миллиардов тенге и поддержано более 30 тысяч проектов. Все предложенные меры должны обеспечить многие семьи в Жамбылской области ежемесячным постоянным доходом в среднем до 128 тысяч тенге. Это в четыре раза выше сегодняшнего уровня. Также хорошая новость сегодня прозвучала для самозанятых и безработных. Государство готово поддержать предприимчивых сельчан. По государственной программе ЕНБЕК будут выдаваться кредиты по весьма демократичной ставке 2,5% годовых. Но в целом хочу от себя отметить то, что проект действительно масштабный. К сожалению, время моего выступления в прямом эфире ограничено. Поэтому более подробную информацию мы готовы изложить в следующих новостных блоках. Арестан, вам слово. Как говорится, Сабина, сегодня от вас только положительные новости. Раз есть перспективы для роста, значит есть и стимул работать еще эффективнее. Сабина Балашкина, нас информирует из здания правительства.